В жизни каждого народа есть взлеты и падения. Некоторые эпохи народное сознание выделяет как особенные. Так в жизни еврейского народа особенной эпохой была эпоха правления царя Соломона. Золото было по цене меди, медь по цене камня. Народ не воевал. Каждый житель Израиля сидел под своей смыковницей и наслаждался миром. Соломон был рассудителен и справедлив. Он был и добр, и страшен одновременно. Его боялись и уважали окрестные народы, служили ему, приносили дары. В еврейском сознании нет более иной эпохи, которая так бы походила на эпоху ожидаемого Мессии. Псалом 71-й надписан как Псалом о Соломоне, и в нем описываются некоторые моменты царствования этого великого царя. Вместе с тем в этом псалме есть и мессианские пророчества. То, что Соломон был славен и ему служили, выражается в следующих словах. «Падут пред ним жители пустынь, и враги его будут лицать прахом». Это семитское выражение означает крайнюю степень уничижения и раболепства. «Цари Фарсиса и островов принесут ему дань, цари Аравии и Савы принесут дары. И поклонятся ему все цари, и все народы будут служить ему. «Ибо он избавит нищего, попиющего и угнетенного, у которого нет помощника. Будет милосерд к нищему и убогому, и душу убогих спасет. От коварства и насилия избавит души их, и драгоценно будет кровь их перед очами его». То есть убийство будет мерзко в глазах царя, и кровь человека будет драгоценна. Но не все в этом псалме касается царя Соломона. Многие вещи касаются Бога и только Бога. Вот, например, «Он сойдет, как дождь на скошенный лук, как капли, орошающие землю». Что это, как не пророчество о бессеменном зачатии Христа Спасителя? То, которое пророчественно еще Гедеоном с руном и водою, уканувшим на это руно поутру. Или еще вот такие слова. «Будет имя его вовек. Доколе пребывает Солнце, будет передаваться имя его». В славянском тексте слова здесь взят несколько по-другому. «Будет имя его благословенного век, прежде Солнца пребывает имя его». Так говорит греческий текст. «Будет имя его благословенного веки, Прежде Солнца пребывает имя его. И благословятся в нем вся колена земная, Все языцы ублажат его. Благословен Господь Бог Израиля, Втворяй, чудеса един. и благословенное имя славы Его вовек, и век века, и исполнится слава Его вся земля, буди-буди. Прежде солнца может быть имя никакого человека, но только Господа. Его имя славное и его имя вечное. И дальше. И благословятся в нем все племена земные, все народы ублажат его. В таких выражениях Господь обращался к Аврааму, обещая ему, что всеми него благословятся все племена земные, по объяснению апостола Павла, учителя языков, эти слова, сказанные Богом Аврааму, касаются будущего Мессии. Итак, Псалом 71-й касается Соломона, но не только Соломона, а и Христа, образом которого Соломон был. Имя Соломона означает Царь Мира. Настоящий Царь Мира, Царь Небесного Иерусалима, это Господь Иисус Христос. Он принес нам мир. И говорится в Писании, что Он и есть мир наш. Он примирил в себе и собою Бога и человеков, ангелов и людей. Из евреев и язычников Господь создал одну Церковь. Он есть истинный Соломон, истинный Царь Мира. Заканчивается Псалом 71-й прославлением Господа словами и благословенно имя славы Его вовек, и наполнится славой Его вся земля. Аминь, аминь. То есть, буди, буди, пусть так будет. А потом говорятся грустные слова, читаются. Кончились молитвы Давида, сына Иесеева. Псалом 71-й подойдет черту под молитвами царя Давида. Хотя, впрочем, в будущем, читая дальнейшим Псалмы, мы найдем еще Псалмы царя Давида. Но здесь заканчивается вторая книга Псалмов. И хотя кончились здесь, на этих словах Псалмы царя Давида, не закончились растения в Саду Божественных Песен. Растения, посаженные руками иных псалмопевцев. А посему до встречи, братья и сестры, в Саду Божественных Песен, в чудном саду, который не вянет и не перестает приносить утешающие плоды. Редактор субтитров А.Семкин